друзья рад вас приветствовать на своем канале с вами владимир и сегодня вышло а и с 14 6 бета что же в этой новенькой бете но опять ребята я конечно не совсем понимаю зачем они это делают не успели релизнуть из 14 5 уже вылетает из 14 6 но я думаю на это есть свои причины потому что они хотят ее протестить возможно с месяц от а возможно они протянут до wdc как знать значит что то есть там какие-то подвязки почему ну потому что я думаю не просто так внедряет это чип м1 в ipad я думаю это все-таки дойдет и до iphone возможно это будет iphone 12s pro max эксклюзивные чисто для одного какого-то но что-то что-то все-таки к этому близится я думаю все таки телефоны выйдут на этот уровень который перевели уже у нас айпэту из маку с ждет какая-то одна объединенная система объединенная цепь нам дают какую-то он кость что что-то нас точно грандиозная ждет не знаю как на этом добыл добыл 10 возможно на следующий apple event или же как знать но это будет очень интересно очень большая загадка поэтому стоит даже думать то что все-таки iphone тоже получит этот чип м1 поэтому это будет мощь просто космическая но я не знаю куда ее можно использовать потому что даже на самом ip этот реально реализовать эту всю мощь как бы там ни было самое главное что для нас ну как для меня это автономность отклонились немножко тема что у нас нового в а и 14 6 bt1 повышена производительность автономность явных нововведений я не заметил может там где-то какие-то смайл еще что-то прошивки тоже пишется просто какой-то повышена производительность автономность все здесь больше ничего нет сейчас посмотрите на открытие-закрытие приложения выгружается ли не с оперативной памяти чтобы для себя иметь ввиду хотя бы как она работает а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok